Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в актовом зале Срединской духовной семинарии. Наши лекции, беседы по изучению псалтыри записываются в студии портала экзегет на сайте экзегет.ру В последующем вы сможете найти видеозаписи каждой из бесед по каждому из псалмов, изучаемой псалтыри. Псалом 2. Как я уже сказал раньше, в древнейших рукописях данный псалом не надписан. Однако, по всей видимости, уже в I веке существовала традиция от удействия его астровства с Давидом. В книге Деяний Святых Апостолов, в частности, мы читаем Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым. Что метутся язычники, что народы замышляют тщетное. Восстали цареземные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Первые стихи второго псалма цитируются в книге Деяний, как сказанное устами Давида. Более того, сказанное Святым Духом. Псалом царский. Можно предположить, что изначально он исполнялся при торжественном праздновании восхождения царя на Иерусалимский трон в допленный период. Возможно, что этот псалом ежегодно повторялся в храме в день коронации царя. Если следовать еврейской версии текста, стихи 1-6 и 10-12 звучат как бы от лица предстоятеля богослужения, в то время как 7-9 стихи звучат как ответные слова самого царя. Если следовать греческой версии псалма, в нем весь текст идет как бы от лица псалмопевца, то есть царя. Попробуем рассмотреть данный псалом сначала по исходной еврейской версии, а потом сделаем сравнение. На экране вы видите деление текста, которое, по мнению многих ученых, передает нам этот диалог между одним, вторым автором слов, или по-другому между хором и неким глашатым. 12 стихов данного псалма нередко делят на 4 части по 3 стиха. В каждой из этих четырех частей есть одна общая идея. Первое слово, первое трехстишье «зачем» открывает многогранное описание того явления, которое мы бы назвали бы восстанием или революцией. «Зачем» приходит в ярость народы, «зачем» бормочат пустые племена, готовятся к войне цари и составляют тайные заговоры князья. Узы, то есть кандалы и оковы, веревки, которые хотят сбросить бунтовщики – это символы подчиненности. Может быть, речь идет о налоговом бремени, обязанности представлять вооруженный отряд для совместных походов. Такие были исторические реалии. Подобные заговоры могли происходить в Междуцарстве, когда один царь уже почил или был убит, а следующий еще не короновался. Возражая революционерам, псалмопевец замечает, что они поднялись против Господа и против помазанника его. И здесь мы встречаем слово «машиах», которое является исключительным для всей псалтыри, потому что здесь прямо звучит то слово, которое мы отождествляем с понятием «мессия». Помазание маслом было символом посвящения. Помазание елеем совершалось на скине, алтарем, всеми принадлежностями для совершения жертвоприношения. Помазывались на совершении своего служения священники и пророки. Слово «помазанник» относилось не просто к царям, но в первую очередь к потомкам царского рода Давида. Псалмопевец неудумевает. Кто может противостоять помазаннику, если за ним стоит Бог? Пророк Исаия так иронизирует над бунтарскими князьями. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их. И как только он, Бог, вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Вместо того, чтобы сбросить с себя иго подчиненность, могли бы сказать сейчас, возможно, им следовало бы познать, что подчиненность Богу дает им истинную свободу. И здесь нельзя не увидеть какую-то очень тонкую духовную параллель со словами Иисуса Христа. «Игоба мое благо и бремя мое легко». Второе трехстишье описывает реакцию Бога. Он подобен царю, сидящему на небесах на своем троне. Используя понятный человеческий язык, автор пытается на представление дать о том, какова может быть реакция Бога на готовящийся заговор. Живущий на небесах сначала посмеется, а дальше буквально будет высмеивать их, а затем в гневе и ярости повергнет их в ужас. В сказанных далее словах «Я помазал царя моего над Сеоном», ударение падает на местоимение «Я». «Я помазал царя моего над Сеоном», говорит Бог. К сожалению, греческий перевод, который объединяет шестой и седьмой стихи, тем самым как бы снимает некоторый контраст между словами «Бога» «Я помазал царя» и ответной речью самого царя «Я возвещу определение». Сион – это бывшая крепость Иеусеев, которую завоевал Давид и сделал столицей своего царства. Сион – это не просто синоним Иерусалима, или нередко того самого холма, на котором впоследствии царь Соломон построил храм. Город и храм были видимыми символами особого присутствия Бога среди избранного народа. По псалмам Иерусалим мог называться городом Божиим, городом великого царя, в центре которого располагался дом Господень. Там Господь обитал среди своих людей. Храм назывался святым, потому что в нем обитал сам святой Бог. В третьем трюстише звучат слова царя. Во время интернизации египетского фараона ему вручался документ, в котором говорилось о той власти, которая вручалась ему от богов, его права, обязанности, что ожидалось от него, как от мудрого правителя над своим народом. Нечто подобное мы видим и в чине коронации царя в Иерусалиме. Публично провозглашается некий царский указ. При этом слово «хок», которое имеет место быть в оригинале, имеет общий смысл, закон, инструкция, предписание. Греческое понятие «простогма» имеет более конкретное значение. Официальная директива, приказ. Итак, возвещу определение – это не просто мои хотелки, которые хотят произнести те или иные цари. Это некое официальное распоряжение. Мы бы сказали бы сейчас современными словами «вот я царь, и я возвещаю наказ». Вот оно, мое распоряжение. Правда, о содержании этого приказа мы можем только догадываться. Он не цитируется в Псалме. Единственное, что нам приводится из этого царского указа – это общий характер отношений между Богом и царем. Бог принимает царя под свое покровительство через усыновление. Когда пророк Нафан говорил о сыне Давида Соломоне, он также как бы от лица Бога делал заявление. «Я буду ему отцом, а он, Соломон, будет мне сыном». В других псалмах особая связь между Богом и царским родом Давидом чаще называется заветом. Завет с Давидом. Но здесь мы видим какой-то очень тонкий характер отношения, где вместо завет звучит понятие усыновления. «Я буду ему отцом». Если царь – сын Бога, то значит и наследник. Как наследник он получает во владение все народы и землю до ее предела. Железным скипетром он также легко поражает бунтовщиков, как легко разбиваются на маленькие кусочки сосуды грошечника. Некоторые исследователи считают, что за этим символическим описанием разбиения сосудов грошечника звучит известная практика, которая упоминается в египетских документах. На глиняных черепках писались имена врагов. Торжественно произносилось над ними проклятие. А затем одним сокрушительным ударом они разбивались в дребезги, чтобы символическим образом показать их полное поражение. Греческий перевод 9-го псалма, он как бы сбивает нас с толку. Вместо выражения «ты поразишь их жезлом железным» появляется выражение на греческом языке «ты будешь пасти их жезлом железным». Именно в такой форме с употреблением слова «пасти» данное выражение неоднократно цитируется в Откровении Иоанна Богослова. Однако в самом тексте апокалипсиса образ пастерства с жезлом железным не вяжется с образом мягкого, доброго пастыря в остальных книгах Нового Завета. Кроме того, глагол «пасти» вместо «поражать» он как бы разрушает явный библейский параллелизм из книги «Апокалипсис» как во 2-й псалме, так и в книге «Апокалипсис». Например, в 2-м псалме мы встречаем такие параллельные образы. «Сокрушить железной палкой» и параллелизм «разбить сосуд горшечника». А в Откровении Иоанна Богослова там прослеживается такой параллелизм. «Острый меч исходит, железный посох поражает, топщица точила вина ярости». Цитируются тексты данного псалма в Откровении по греческому переводу. Поскольку слова «поражать», «крушить», «разбивать» в дребезги и «пасти» в еврейских лексиконах, как мы встретим, они пишутся почти одинаково, и в древних рукописях. Не дось просмотреть некоторые критические издания, которые исследуют как масоретский текст, так и кумранские рукописи, дамасский документ в частности, некоторые арамейские рукописи, перевод на сирийский язык. И действительно, мы можем заметить, что написание слова «поражать» — «раа», и слово «пасти» — «раа» почти одинаковое. И поэтому можно предположить, что если в древних рукописях, которые были перед глазами 70 переводчиков, третья буква, она писалась не очень четко, поэтому на греческом языке вместо «сокрушать» появилось понятие «пасти». В четвертом трехстишье звучит предостережение мятежникам и приглашение им покориться. Цари и судьи земли призываются стать мудрыми и услужить Господу со страхом и трепетом. Здесь нельзя не заметить параллель с выражением из книги «Притч» «Начало премудрости, страх Господень». Выражение «почтите сына» или, точнее, «целуйте сына» до сих пор выражает дискуссии. Возможно, здесь имеется в виду жест покорности вассала своему правителю в виде целования ног, как в книге Исаия, 49 глава. В греческих рукописях мы встретим более дипломатичное выражение «воспользуйтесь научением». Если после слов «почтите сына» поставить точку, что нередко можно встретить в некоторых современных изданиях Библии, то все окончание 12 стиха псалма относится не к лицу сына, а к лицу самого Бога. В таком случае налицо снова у нас параллелизм. Если Бог разгневается, нас ждет погибель, а если мы будем уповать на Него, буквально прибегать под Его покров, то будем блаженны. Все вышеописанное о втором псалме помогает нам понять, как Он мог быть услышан в эпоху царств до плена. После утраты самостоятельности, после наступления эпоха в правлении над Иудеей чужих царей из числа вавилонин, персов, греков и римлян могла меняться интерпретация псалма. После вавилонского плена долгое время у евреев не было царя, помазанника в царском городе Иерусалиме. Короткое правление династии Хосманеев было временем внутренних раздоров и не принесло ожидаемого счастья для народа. Поэтому неудивительно, что с рождением Иисуса Христа, нового царя из колена Давидова, второй псалом снова получил царское звучание в свете явившегося Мессии. Этот по-настоящему мессианский псалом часто цитируется в Новом Завете. Во время крещения Иисуса на Иордане звучит голос с неба. «Ты сын мой возлюбленный!» Эти же слова доносятся из облака на горе преображения. «Сей есть сын мой возлюбленный!» Апостол Павел, прямо цитирую слова второго псалма, «Ты сын мой, я ныне родил тебя!» В проповеди апостола Петра земные цари и князья, которые собрались на Господа и на Христа Его, отождествляются с Иродом и Понтием Пилатом. Блаженный Феодорит Кирский все, что связано с сыном в данном псалме, относил к лицу Иисуса Христа. Шатание народов для него означали предание Иисуса Христа в руки язычников. «Царь над Сеоном, сам Иисус Христос, который по божеству имеет царство по самой природе, но как человек приемлет помазание на царство, получает в достоянии народы и концы земли, пасет народы жезлом железным, является судьей не только над Иудеей, но и над всеми язычниками». Второй псалом задает тон всем остальным мессианским псалмам Псалтыри. И поскольку, как мы уже сказали ранее, он является тоже некой преамбулой книги Псалтыри, то в таком случае, по мнению многих святых отцов, и вся Псалтырь может трактоваться в мессианском контексте. Я привожу сравнение текстов на экране перевода 12 стиха 2 Псалма, в котором вы увидите разницу в возможных значениях еврейского, греческого текстов, ну и так, как это отражается в современных иностранных изданиях. Итак, вы видите здесь слова «почтите сына», «воспользуйтесь научением», «целуйте сына» и, возможно, следующий параллелизм. Спасибо. Спасибо. Спасибо.